Добрый день, дорогие друзья! С вами компания PoguMax. Это краткий видеоурок, обзор демо-версии программы для того, чтобы вы могли быстро с ней разобраться и понять, как она работает. Давайте начнем. Открываем папку с программой и запускаем файл PoguMax Designer приложения. Программа у нас загрузилась. Мы видим серое меню, в котором есть различные вкладки. В этих вкладках содержится определенный функционал программы. Давайте по порядку эти вкладки сейчас разберем. При запуске программы первая вкладка, которую мы видим, это вкладка воспроизведения. Данная вкладка позволяет нам редактировать время воспроизведения списка анимаций, то есть мы можем написать здесь любое другое число. Измеряется время воспроизведения в секундах. Также, помимо этого, у нас есть кнопка Play, которая позволяет нам переходить в режим воспроизведения. Здесь появляется окно, в которое нам нужно ввести код активации. Код активации выдается, когда вы приобретаете ПО. А сейчас пока мы будем смотреть программу в демо режиме. Для примера запустим какую-нибудь анимацию и в дальнейшем разберем это меню. Пока что выйдем отсюда. Теперь по порядку рассмотрим остальные вкладки. Первая вкладка это вкладка карта. В этой вкладке мы рисуем области, которые будут у нас взаимодействовать с эффектами программы, а также затемнять часть контента для того, чтобы он не попадал на какие-либо предметы интерьера. Для того, чтобы область нарисовать, нам нужно нажать левой кнопкой мыши по экрану и по точкам задать размер этой области. Для того, чтобы закончить ее рисовать, нужно нажать правой кнопкой мыши. Если, к примеру, область у нас не получилась, мы можем ее удалить. Для этого нужно здесь ее выделить и нажать клавишу Delete. Все, по вкладке карта у нас все. Переходим к следующей вкладке, это вкладка эффекты. Здесь у нас имеется список воспроизведений анимаций, который отмечен галочками. С помощью этих галочек мы можем выделять те анимации, которые хотим воспроизводить. Здесь мы можем убрать выделение со всех анимаций или наоборот выделить все. Либо какие-то конкретные убрать и не выделять. Помимо этого, в вкладке эффекты также имеются настройки воспроизведения эффектов и анимаций. Сейчас мы их подробно разбирать не будем. По вкладке эффекты у нас все. Переходим к следующей вкладке, это вкладка контент. В этой вкладке мы можем добавлять какой-либо контент с компьютера, фото, видео или текст и задавать какие-то его параметры. Давайте для примера добавим картинку. Картинка у нас загрузилась. С помощью вот этих клавиш управления мы можем менять местоположение этой картинки на экране, а также изменять ее размер. Допустим, мы можем вписать ее в эту область. А здесь у нас отображается ширина и высота этой картинки в пикселях. Помимо этого, мы можем написать какой-нибудь текст, изменить его цвет и, допустим, размер шрифта. Готово. Этот текст также мы можем передвигать по экрану и каким-либо образом менять его размер. Готово. И переходим к следующей вкладке, это вкладка меню. В данной вкладке мы можем сохранять наш проект. Например, назовем его проект 1. Сохранить. И также сохраненные ранее проекты мы можем загружать с помощью вот этой папочки. Вот наш проект. Открыли. И также во вкладке меню есть клавиша крестик. С помощью нее мы выходим из программы. Давайте теперь разберем меню программы в режиме воспроизведения. Здесь у нас имеется белое меню со списком анимаций, а также некоторые клавиши управления. Для того, чтобы анимацию запустить, нам нужно ее выбрать и нажать клавишу Play. Play, Stop. Также имеются клавиши переключения на следующей анимации и на предыдущие. Вот эти клавиши позволяют нам переместиться в конец списка воспроизведения или в его начало. Также помимо меню мы можем управлять воспроизведением анимаций с помощью горячих клавиш. На пробел мы можем включать и выключать анимации и также переключать список анимаций на стрелочки влево и вправо. Данное меню у нас скрывается через 5 секунд после того, как мы убрали с него мышку и ей не двигаем. Для того, чтобы она появилась, нужно навести мышь в правую часть экрана. Также меню скрывается с помощью вот этого значка. На этом краткий обзор программ по бумаг закончен. Более подробное видео обучение имеется на сайте, а также на нашем YouTube-канале. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!